Вот все это бахтино-биси, и теперь официально бахтиноиды приписали, наконец, мне авторство этого термина, за что я им очень благодарен, что это действительно так. Сделали так, что любое философствование о Достоевском бывает либо бахтина, либо соловьёв. И всё. Ничего другого не бывает. Всё остальное укладывается в эти категории. Позиция, значит, Штейнберга совершенно другая. Как вы могли заметить, он строит всю конструкцию таким образом, чтобы, значит, все эти, значит, и сам Достоевский, и братья, эти Карамазовы и, соответственно, там всякие матери, чтобы они встали в его позицию. Позицию именно ветхозаветного наблюдателя. Достоевский занимает очень интересное место. Занимает место создателя Моисея Ромы. Вот то, что мы сейчас, так сказать, тайно обсуждали. Речь идёт не о том, что он является Моисеем Морозом и так далее. Он в себе их содержит. Вот эти образы. Эти самые образы. Говорит он. Напоминаю ещё раз. Так. Митя — это разгульный кутилы, для которого вся Россия как бы одно сплошное мокрое место. Митя — это тоже способен предаваться самобичеванию, как мать била его отца. Эта страсть, которая, в конце концов, пожирает самую себя, тут совершенно самостоятельная идея. Иван, Алёша рождены тем же сладострастьем и кротостью, и получаются две ветви, важнейшее разветвление которых, однако, где-то под небом, должно переплестись со своим порождением в одно сплошное крепкое древо, потому что отношения между Митей и Иваном обрываются смертью Достоевского. Ещё раз напоминаю, что должно было быть, значит, возвращение и ссылки, и, соответственно, обращение, наоборот, к плохого брата. Это проект третьего дома. Действительно считалось, что какие-то материалы существуют, но пока их нет. И дальше посмотрите ещё раз. Но мы угадываем, что тут мы имеем перед собой двух пророков в России, которые ещё не состоялись, обратите внимание. Это же прервано смертью Достоевского. В дальнейшем мы не знаем, что будет дальше. Предтечей которых является Достоевский, в некотором роде Моисей и Аарон. Примечание на полях. Или лучше первосвященники и пророки, по Соловьёву. Моисей пророк, которому Бог открыл свой закон, а Аарон, его брат, помазан как первосвященник. Если пророк получает сообщение непосредственно от божества, то священник является посредником между пророком или священным писанием и людьми. Значит, я не буду тут цитировать Соловьёва. Примерно это там и написано. Теперь обратите внимание, как строится место писателя в этом случае. Если бы Достоевский написал до конца, то у нас бы появились новый первосвященник и новый пророк. Достоевский этого не написал. В чём состоит игра? Игра состоит в том, что если Ветхий Завет, условно говоря, в христианском понимании, прервался, то в нём содержится какое-то обетование будущего пророчества. Правильно? Что, собственно, и реализует в итоге мессианской конструкции Нового Завета. Это пророчество, пришествие. А в иудаизме у нас что? Было какое-то пришествие? Нет пока. То есть... А? Так об том и речь. Поэтому в иудаизме пришествие ожидается. В христианстве оно уже было. Человек строит конструкцию творчества Достоевского, как нереализованный в мире приход Нового Завета. Моисея и Аарона. Где они остались? В его голове? В замысле? В потенции? Понятно? Он же не дописал третий том. Мы не знаем, что там дальше. И таким образом, оказывается, что мне важно сейчас не столько входить в большой философский спор, прав то Штенберг или нет, тем более, что какая здесь может быть в столь индивидуальной философии правота, сколько обратиться к тому, значит, контексту, который задает нам дискуссия на все эти темы. Дальше он здесь подробно разбирает все эти женские персонажи, пытается сказать, о чем там идет речь. Но оставим этот вопрос. И вдруг встает в дискуссии философ Александр Мейер, русский очень крупный мистик, и говорит, не кажется ли вам, господа, ко всем трем обращаясь, хотя еще раз повторяю, мы тут не разбираем розовый, не разбираем Ценберга, Ценберг такой либеральный человек. Вот, значит, он говорит, какой-то бог у вас странно единый. Что это означает? Это означает только одно, что нет Троицы. Когда нет Троицы? Но какую еще фразу говорит Мейер? Кто вам вообще сказал, что Достоевский верит в Бога? Достоевский верит в Христа, и христианину это абсолютно достаточно. Совершенно справедливая точка зрения. Если обетование реализовано, зачем верить в обещания? Но для иудея, которым и является Штенберг, это совершенно не так. И он находит ресурс для своего ответа. Очень жесткий. И, надо сказать, называющий довольно большие проблемы. Значит, отвечает он следующим образом. Он говорит, а уверены ли вы, что, называя Достоевского пророком, уверены ли вы в том, что в христианстве есть пророчество? Если вы называете Достоевского пророка и говорите, что он что-то предсказал там в будущем России, русской идеи и так далее, то тогда вы приписываете ему совсем другие свойства. На этом, казалось бы, все прерывается. Однако же, в дальнейшем, в 23-м году, в Берлине выходит книжка «Система свободы Достоевского». Значит, это довольно своеобразная книга, в которой вы найдете абсолютно все, что есть у товарища Бахтина. И бога как композитора, и полифонию, и многоголосия персонажей, там много чего еще. И вот идут споры во всей этой, значит, Бахтинятине по поводу того, насколько эта книга легла в основу, значит, учения Бахтинова. Нас сейчас это интересовать не будет вообще. Не просто легла, а является одной из частей той системы взглядов на Достоевского, которую Бахтин обобщил, аккуратно обстриг, обстригая, значит, и авторство, и многое другое. Вы, наверное, знаете, что есть проблемы тех, кто Бахтина, связанные с тем, что он нигде ничего не цитирует, и нигде ни на что не ссылается. Вот если бы он на все начал ссылаться, то мы бы увидели, что это некое подведение итогов вот этих вот огромных дискуссий с 900-го, примерно, по 22-й год о Достоевском в русской философии. И с каждой из этих позиций он работает, точно зная, естественно, чья она, она знает, откуда она. Вот. И подключая туда и Ницше, и Мережковску, ну, это известно, все вещи про Бахтина написаны. Но потому-то все и путаются в этой системе, что она слишком голая. То есть как будто у вас десяток яиц, и все яйца одинаковые. Но цыплята могут родиться, как вы понимаете, разными. Кто-то в крапинку, кто-то нет. Так вот тот, кто знает, из чего это сделано, тот поймет. А тот, кто нет, будет вот считать, что он так и потонул в этих позициях бесконечного диалогизма, какого-то непонятного диалога, значит, который у Бахтина там всех со всеми. Это не диалог всех со всеми, вы этот диалог можете здесь просто найти. Вот. Кого из кем? Но самое смешное в том, что в книге «Система свободы Достоевского» появится имя Христа, и он начнет отвечать на этот вопрос Мера. То есть читать книгу «Система свободы Достоевского» и делать вид, что вы ее понимаете, в высшей степени бессмысленно. И вот теперь я попробую вам, значит, еще показать еще одно место. Возражение теперь уже Штейнбергу со стороны Израиля Цинкберга. Посмотрите, как вполне еврейский деятель, как я вам говорил, соратник Дубнова, автор истории еврейской литературы и так далее, пишет, обсуждает вопрос о том, насколько реальный философский действительно параллель между Платоном и Достоевским, который предлагает Штейнберг. Цинкберг говорит, и Достоевский, и Платон мыслят образами. Вот обратите внимание, что и не философ. Ну и что? Ну мыслят образами, а сколько у нас с вами есть вообще возможностей мышления? У нас с вами есть либо логика, либо идеи, собственно говоря. Никаких особых возможностей нет. И второй момент, о котором я не говорил, но о котором мы тут начали обсуждать перед лекцией, состоит в том, что внутри этого всего диалога находятся книги раннего Розана. Дело в том, что все, кто говорят о спорах о Достоевском, еврейских, нееврейских, каких угодно, почему-то никогда не ссылаются на самую большую книгу Розана о Достоевском. Общеизвестна его книга про легенду о великом инквизиторе. Да, она небольшая, и, в общем, ее принято цитировать и включать в христоматии. На самом деле, самое большое количество текстов Розаного о Достоевском находится в гигантской книге «Семейный вопрос в России», которая не так давно, впервые после третьего года, была переиздана, вот впервые, в собрание сочинения Розана. А так ее практически никто себе и не представлял, кроме узких специалистов по Розаному. Там сотнями страниц идут. Именно братья Карамазовы, именно бесы, а не что-нибудь. Но семейный вопрос в России, это какой вопрос? Это вопрос рода, половой потенции и вопрос семени. Как строится он у Розана? Еще вы поняли сейчас место Штейнберга во всей этой конструкции. Строится он таким образом, что христианство, будучи бесполым, и будучи религией, где там, где начинается семья, кончается христианство, а там, где начинается христианство, кончается семья, ибо христианство гробом зиждется, гробом стоит на всех его четырех ногах. Отсюда появляются идеи незаконно рожденных детей, убийства и так далее. Значит, и борьба Розаного с церковными проблемами в этой области. И вот здесь, значит, Розанов говорил, что иудаизм хорош тем, что сохранил то живое, что находится в египетских культах. И вот поэтому нам нужен иудаизм. В свою очередь, он же говорит и о Платоне, это, я говорю, кратко, книга довольно сложная и большая. О Платоне он говорит, что Платон, значит, описывал любовь, которая вся находится в диалоге Федор. Как вы понимаете, в диалоге Федор это один из символов, как бы, сказать, гомосексуализма, бедрастии и так далее. И дальше это сопоставляется с христианством, говорит, ну вот, туда все и пошло. Соответственно, вы же понимаете, что жизненная драма Платона Владимира Соловьева тоже, естественно, укладывается в платоновскую линию. И таким вот образом у Штенберга, как у еврейского философа, появляется возможность в русской культуре занять свое место. Понятно теперь, как он? И у дейска. Если христианство не предусматривает порозанную семью, если семья, род и развитие предусматривается в Ветхом Завете, неважно, где там Египет и что, и если, значит, образность разговора о любви в европейской культуре идет от Платона, то прекрасно. Берем методу высказывания Платона образами. Дальше что мы делаем? Соответственно, вкладываем туда только, естественно, еврейское писание. Еврейское писание у нас на чем обрывается? Кто помнит? Я помню. На обещании когда-то построить храм и на разговоре о том, что если Израиль будет продолжать грешить, то что ему будет? «Отверну я лице свое от него и придут ко мне народы и пойдет во главе их садочеловечески». Правильно? Это, между прочим, еврейское писание, а не что-нибудь еще. Так вот, значит, вот так оно обрывается. Знаете, это последний пророк. Что еще говорится? Какова роль слова вы удаёте? Для этого у нас есть пророк Осия, который нам с достаточно ясностью сказал, что если вы будете продолжать грешить, то будете приносить жертву устами своими. Что это означает? Что такое жертва? Нет, жертва – это прямой контакт. Правильно? Если у вас его нет, то у вас остается только слово. То есть, оказывается, что нам не надо делить мир на два начала. Вначале там Бог создал, и что-то было между небом и землей. Правильно? Дух там витал, и что-то там дальше было. Или в начале было слово. Наше слово. Оно здесь и содержится в этой молитве, в этой связи, потому что иудаизм – это религия чего? Свидетельство. Это не более, чем наследование тем, кто видел, как вручались скрижали. Грубо говоря, вся система, если вы прочтете более внимательно и подробно вот этот текст, я надеюсь, что он доступен, раз книжка вышла, то вы увидите, как рушится в этой философии все те основания, которые, значит, философские были у, скажем так, христианских философов. На все их места ставится, показывается, что все это в иудаизме есть. И Меер, крупнейший христианский, такой православный мистик, российский, он никоим образом не мог этого не заметить. А вот нефилософски настроенный, достаточно позитивистский человек, ученик Михайловского, Цинберна, естественно, смотрите, что говорит. Достоевский понимает, что есть действительное добро помимо человеческой личности, есть великое, прекрасное, божественное, помимо человеческой личности. Но человеческая личность есть тоже творение великих идей. То есть он хорошо обученный человеку, он понимает, что надо работать с идеями. Но для него Платон – это Платон. И идеи Платона это идеи Платона. Не забывайте, что одновременно с этим, что происходит, о чем мы сейчас поговорим, в Москве. В Москве группа феноменологов во главе со Шпетом работает и проводит те же самые мероприятия в Достоевском. Значит, на базе чистого Платона, а не вот этой системы. И человек является части вершителем этих великих идей, следовательно, эти великие идеи должны быть применены человеческой личностью. Потому что человеческая личность есть представитель этих великих и общих радостей человеческой личности. не в противоречиях, но в тождестве этих великих идей должен быть найден вопрос или действительно надо идти на самоубийство, но не богоубийство, то есть мираж. Здесь нет всех этих идеалов. Что такое богоубийство? Скажите, можно убить Бога, которого мы не видели ни в оплоти, никак видели в кусте, в огне, в громе, на горе и так далее. А если считать, что есть тролица? Смотрите, довольно жесткий спор, в чем это еврейский человек говорит. Ну а если у нас есть одна из опостасей, которая вполне телесна, что с ней было? В чем евреев-то обвиняют? В богоубийстве, разве нет? Это говорится сразу после гражданской войны, в процессе даже, в 21-й год. Представляете, что такое? Это только что погромы гражданской войны. Это еще делу Белеса, извините, всего 8 лет. Это обвинением евреев, значит, в шпионажах при фронтовых полосах о выселении евреев. Обвинение евреев в том, что революция еврейская. Вот в каком контексте произносится этот доклад. Конечно, если все это обрезать и поступить, как поступил Михаил Михайлович Бахтин и мог поступить для своих каких-то нам неинтересных сейчас целей, то тогда получается, что действительно у нас есть какая-то полифония, есть какой-то автор, есть какая-то находимость, есть какая-то вненаходимость. А здесь полная находимость. И слово содержится в акте творения, и Бога убить нельзя, и, значит, соответственно, обещанное что-то нам пророческое такое, будущее. и вот здесь, значит, соответственно, Цинберг, естественно, говорит о ценности человека, о борьбе добра со злом и о многом другом. И мне это сейчас нужно, даже не для того, чтобы, значит, вам объяснить всю систему философствования. Штейнберг опрос, чтобы сказать ему одну маленькую вещь. В какой ситуации находится иудин верующий, если мир сотворен, и он в этом должен не сомневаться, Тора и Мудонара тоже. Храм был построен, разрушен и в очередной раз построен. И вот вроде все опять разрушено. А давайте посмотрим, как была устроена система заповедей. У нас были семь новых заповедей, это понятно, да, для всех. Дальше были десять заповедей. Дальше за этим что было? Ну, дальше книжка Дворим Второзаконие, там за 130. Правильно? Но в итоге в иудаизме их сколько? Ну, 613. Откуда они все взяты? Это есть опыт какого-то вида Бога присутствия. От прямого, затем пророки, затем храм, его разрушение, все, до поздних пророков. Значит, вот все законы, которые здесь содержатся, вам даны. Все обетования вам выполнены. В землю обетованную пришли, храмы были, жертвы были, ну и так далее. Теперь, что такое свобода воли иудаизма? Свобода выбора, быть евреем или не быть евреем, верить или не верить. Ну, я не буду продолжать, все остальные свободы остаются. Вот, это как раз и не замечается теми, кто не видит, кто не видит здесь еврейской составляющей. Получается, что это какая-то вот такая свобода. Я хочу делать революцию, я хочу бороться за добро, я готов приносить себя в жертву, а ради этого я хоть бога готов убить. учтите, атеистическое направление советской власти бога убить не в смысле распять. И вот прямые слова Мейера. Штенберг говорит, что для Достоевского главной проблемой является проблема Бога, то есть единство. Для Штенберга одно и то же, Бог и единство. И мне-то кажется, что это неверно, что Достоевский Богом собственно занят очень мало, и в конце концов проблема Бога для Достоевского не могла быть живой проблемой именно Бога и именно единства. Обратите внимание, это Петроград. Мы сейчас будем обсуждать проблему Бога живого, Бога неживого? Понятно? Ведь как он обходит? Эти тексты трудно читать. Иначе бы совершенно высказывался Мейер. И сейчас вы увидите, как он будет высказываться. В этом Штенберг совершенно прав. Если бы он занят был вопросом о единстве, и действительно искал бы систему. Вот нигде слово система не встречается в этом докладе. Система свободы Достоевского появится в книге. Но у нас сейчас еще не курс истории, поэтому мы остановимся только на этой лекции. И поэтому книга называется Система свободы Достоевского. Ее название предельно полемично по отношению к тому, о чем мы сейчас говорим. Если бы он был занят вопросом о единстве, и действительно искал бы систему, искал бы этого единства в жизни и в целом, тогда бы для Достоевского была бы самой главной и первой проблемой проблема Бога. Во всяком случае, он тогда был бы действительно, как сказал Штенберг, первым исповедником в России единого и только единого Бога. А вот теперь не упадите от последней фразы. Но тогда на моем языке, внимание, обратили внимание, они оба по-русски говорят, только один говорит на еврейском, другой на христианском языке. Но тогда на моем языке это значило бы, что это был первой из русских писателей, обратившихся к Ветхому Завету и, так сказать, изменивший тем заветам, какие вообще имеются в русской культуре. Как видите, это не моя формулировка. И когда я вчера прервал, только по времени, если бы у вас вчера было лишние полчаса, я бы не стал до сегодня говорить вам это. Итак, что же нам сказано? Что вы нам описали Достоевского как ветхозаветного пророка. И вот здесь я прошу просто сопоставить дату. 23-й год Берлин выходит книжка Штейнберга. И 26-го сентября 22-го года, это примерно через месяца два после отъезда Штейнберга, который, кстати, не думал, что навсегда, в кружке мейера вторники куда ходили кто хотите и Георгий Федотов, и Юдина, и позже, но не в это время, значит, Бахтин, Пумпианский, ВВ и ВГ Бахтины, Пегулевский, ну, я не буду продолжать. Вот в этом кружке проводят два заседания у еврейских. И, значит, Георгий Федотов говорит, значит, большое заблуждение гуманистов, значит, большое, сейчас, секундочку, это в споре с Федотом, да, это говорит Меер в споре с Федотом, извините, я тут немножко оговорился, большое заблуждение гуманистов изображать, что Ветхий Завет отменен. И что Ветхий Завет не должен существовать, раз является Новый Завет. Этого не было в христианском сознании, это привнесено современным сознанием, которое любит отправлять в архив Ветхий Завет, то есть Завет Закона. Новый Завет больше, чем Закона личного подвига, который не уменьшал бы избранности, он усиливает. Здесь идет по линии усиления, а не ослабления. Если зубы грешны, тут все тело сокрушено. Но было необходимо, чтобы христианство стало вселенской религией. У евреев нет культуры, сейчас поговорим. Ветхий Завет не может создать культуры. Формы язычества у греков подготовлены и взяты, но не так, чтобы дух языческий был присоединен. Как признать религию истинного Бога? Это трудно сейчас обосновать. Слишком это другое эллину трудно. А еврею легко, только бы мессию признать. Тогда он во всю музыку войдет. Вопрос сводится к самому центральному. Можно ли допустить, что один малый народ знал истинного Бога, а не все остальные? То есть простите? Вопрос-то какой сейчас поставлен? Можно ли считать, что завет получил один народ? Мы когда-нибудь слышим такой термин вселенский иудейский? А вот вселенское христианство знаем, что такое католичность, кафоличность, да? Надо сперва войти туда и перегореть плюнов и думов на эллинство, как на сатану. Остатки правды увидеть можно, подготовку всех форм можно понять, но так, чтобы они все перегорели. Линия еврейства в христианстве заключается в том, чтобы соблазн этот ослабить, остроту, чтобы ослабить весь соблазн эллинизма. Я надеюсь, что если вы вот бывали на первом дуклее, который сбывали, ну, остальные, то те споры, которые вам излагает Урия, особенно, вот они, родные, они никуда не делятся. Вопрос состоит в чем? Там, где появляется тело, там, где появляется красота, это вопрос уже эллинистический. там, где есть невидимый бог, там, где есть завет, там, где есть, извините, идея, вот здесь можно взять и сказать, это у вас Платон, у нас есть свои идеи, которые прекрасно работают. Далее посмотрим, что происходит у Штейнберг. Штейнберг, рассуждая об Эросе и Платоне, говорит, главная связь между людьми есть формация идей, всякое рассуждение, вообще, всякое создание нового, чего-то индивидуального, самобытного в этом смысле и рождение каждого отдельного человека, есть творимая идея, творчество в идее. Ну, я буду пропускать название романов Сологуба, еще каких-то вещей, текст бесконечно, цитатин. Здесь снова крайне своеобразно и крайне усугубленно Достоевский пересекается с Платоном с его учением об Эросе и еще в одном пункте он перекликается с платоновским изображением Сократа. Вы помните, что Сократ, сын повивальной бабки, говорит, что и сам он продолжает заниматься ремеслом своей матери. Он тоже помогает рождаться идеям, он, так сказать, акушир новых идей. В этом смысле у Достоевского все взаимоотношения на почве кровного родства приобретают метафизический смысл, сейчас мы этого коснемся, по плодам их судите, мы толкуем аллегорически, а Достоевский понимает дословно. Так вот, именно здесь и начинается разговор о семье у Достоевского. И, значит, насчет кровного родства метафизического смысла сейчас тоже поговорим, но я продолжу цитату. Я не хочу не то, что исчерпать, но как бы то ни было подать мысль о том, что так можно охватить, как одно целое Карамазовых. Для меня это только один из примеров, что кровная связь для Достоевского есть непременная связь идей и рождение идей в идее. Ввиду того, что проще соотношение, лучше можно видеть эту же кровную связь идей, полнокровность идей, их творческую способность в подростке. Подросток сын случайного семейства. Обратите внимание, не святого, а случайного семейства. Помните, что я вам говорил незаконно рожденных детей. Сейчас мы к этому перейдем. Его мать Софья Ивановна, в которой светилась идея. Как тут прекрасно Достоевский выясняет, что значит вообще видеть, что видеть вообще значит в идее. Это то прекрасное место, где он говорит о портрете. Ее, Версилов говорит, фотографические снимки чрезвычайно редко бывают похожи. И это понятно. Вы видите, Достоевский учит нас видеть. Лгут, конечно, наивные реалисты, которые изображают аппараты человеческого познания как фотографический аппарат, как камеру-обскору, в которой впечатлеваются только фотографические снимки. Вы творите, значит, улавливаете главную мысль, улавливаете идею. Так ли мы смотрим друг на друга? Тут речь шла о фотографии. Такое, которое можно назвать чудодейственной фотографией. Потому что тут преодоление физического закона светописи. В этой фотографии выразилась главная идея Софи Долгорукой. Софи Долгорукая есть та прекрасная дама Версилова. Ого! Да. А я хотел спросить о вождении идеи в идея. Мне это очень интересно, тем более, что, насколько я помню, диалоги Тай-Тай все-таки говорит о том, что, если не ошибаюсь, я могу перепутать диалог. Дело в том, что в 1902-1903 году Розанов, тот же самый, которым это все пронизан, мы же говорим о русско-еврейском философском споре, так он таки добыл. Он написал книжку «Юдаизм». Такой книжки никогда не было, она существует в виде огромных кусков в журнале «Новый путь». Обратите внимание, когда бывает «Новый путь»? Ну, наверное, Тайфа должен быть какой-то другой, если это новый. А когда журнал «Новый путь» закрылся в третьем году, четвертом, что начало выходить в пятом? Журнал этой же компании, Мережковских, философов и так далее, с очень интересным названием «Вопросы жизни». Значит, если вы преодолели это дело, ну, апокалиптических рубеж веков, правильно? После повести об Айтихлисте, после того, что Фенде Сиекль называется, то вот вы, значит, как бы на новый путь встаете. Ну и переходите в жизни, потому что Христос, как известно, предотвратил тот апокалиптичес, который должен был быть за первородный грех, тогда, когда он прикатил. Так вот, я сейчас, естественно, говорю очень схематично, я не занимаюсь только богословием, ибо, как говорил мне когда-то мой любимый оппонент Диак Андрей Курех, просивший меня называть его отцом Диаконом, а не Диаком, думаешь, я не знаю смысла слова, но я не мог его назвать перформаном, поэтому он называл Диаком. Он меня попросил однажды не заниматься богословствованием, я ему сказал, что для меня это абсолютно невозможно, ибо для меня не существует в начале было слова. Статья, он назывался догматическое голословие. Вот, это реально было напечатано. Так вот, поэтому, я сейчас говорю, что я говорю крайне схематично, не вдаваясь во все эти особенности. Какая же основная идея была книги «Юдаизм»? Основная идея книги «Юдаизм» была в том, что она была в этом журнале напечатана в паре с еще одной книгой, с книгой Вячеслава Иванова «Религия страдающего Бога». Как вы понимаете, это Дионисийский. Ну, подумайте, если в третьем году «Юдаизм», а в четвертом «Дионисийский», то все это новый путь с переконом в проблемы жизни, то мы видим, что в этом журнале формировалась конструкция того нового христианства, которое потом Мережковскими и было сочинено в виде того, что они называли «главное дело» и со своими литургиями и так далее. То есть, вот когда иногда говорят, что-то новое христианство, непонятно что такое, очень даже понятно, если хотите. Но какова же была идея Розановской книги? Не будем сейчас в эту сторону ходить, как там должно было это христианство получиться. Идея Розановской книги была очень с виду простой. Каждый обряд еврейской религии так или иначе связан с кровью. Это и обрезание, это и значит всякого рода праздники. И главное, говорил он, миква. Когда вот это единое омовение объединяет народ, значит, одной крови воедино. Можете все это прочитать. Недавно, для 10-12 назад выходила книжка, которая называется «Тайны Израиля». Авторы еврейских опросов русской религиозной философии, авторы ее, понятно, исполняют антисемитских соображений, назвали книжку 50-50, так вроде составленную названием одной из антисемитских брошюр Крозного, которая соответствовала обонятельному и связательному отношению евреев к крови. В том же третьем году Розанов писал, но не издал книгу во дворе язычников, на мере это Иерусалимский храм. А в ней было специальное предисловие, в котором как раз говорилось о том, что ни о каком принесении евреями детей в жертву не может идти речь из-за определенного отношения иудаизма к крови вообще и к ребенку в частности. Все это на третий год соответствовало идеям Розанова. Но мы с вами говорим сейчас о 20-01 годе, то есть о том времени, когда уже Розанов хорошо известен Штейнбергу в области обонятельного и связательного отношения в крови. И здесь это все подразумевается. То есть непонятность этих текстов связана с тем, что не было у этих людей 20-30 лет написания толстых томов и на выяснение отношений. Поэтому тот сдвиг, который совершенно точно замечен, никаким повимальным бабками идей конечно не являлся. Сократ естественный, но зачем это нужно играющим во все это Штейнбергу? Мне не нужен Розанов с его проблемами, меня не интересует проблемой и врасти, меня не интересует проблема незаконно-рожных детей, потому что, кстати говоря, почему-то Розанов считал, что в иудаизме его нет, такой проблемой, он видимо слово мамзер никогда не слышал. Вот, но тем не менее, по крайней мере, детей никто не убивал и не выбрасывал. Так вот, важно здесь понять то, что люди эти говорили, обратите внимание, на очень развитом философском языке. вот сейчас мы с вами увидели очень странный текст, где речь шла о том, что в определенной ситуации евреи должны, значит, евреи должны вот принимать христианство или не принимать христианство. И главное, а почему нельзя всеми время принять христианство, подумайте, ну я думаю, если это, из какого колена придет мессия. Вспомните, про какой спор я вам говорил по поводу сионизма. Ну ладно, вы там попробуйте, у вас не получится, но вы так или иначе спасетесь. Но если у вас не получится, а мы поверим, то нам как? Абсолютно та же проблема. То есть, стопроцентного крещения быть вообще не может ни при какой погоде. С другой стороны, куда идет христианская культура вот к рубежу веков? Тело, красота, секс, там туда-сюда, с этим надо что-то делать. Значит, какова роль иудаизма? Давайте откажемся от культуры. Сейчас я вам на память приведу еще один текстик, который может быть тоже может знаком, может нет. Есть такое сочинение у Монтештама с Крябиной христианством. Неоконченная такая статья, или может не сохранившаяся, там не знаю. И в ней есть такой замечательный текст. Если победит Рим, то победит даже не язычество, а победит иудаизм. Что такое? В чем дело? Ну, дело в том, что в иудаизме нету идей вот этой красоты тела, эллинского понимания красоты. Поэтому не будет культуры. Проверьте дома эту цитату, потому что сейчас ее привожу на память, но посмотрите с Крябиной христианством. А что, им тоже возникает с неким оппонентом греков? Вот эти статисты. Да, грубая такая, просто грубая культура, то греков она была высокая, и кажется, вот сейчас придет римская такая государственная, грубая и так далее, то кто победит? То есть ему потребуется не вне этого. Да, но вы в дело эллинизме, если эллинизм погибнет, что останется? И удайте. Теперь я хочу вам прочитать довольно длинный текст Георгия Федотова, который читается на том же самом вторник, вот из которых я вам читал сейчас про роль а значит иудаизма для христианства. Поймите, речь идет не о Достоевском как писателе, спасительность для интеллектуалов 50-70-х годов книг Бахтина была не в том, что Бахтин какой-то сверхвеликий человек, он нормальный профессионал своего времени, вот собственно и все. Но когда выкошено абсолютно все и когда у нас Пушкина изучаем по благому Достоевскому Путерпотину, то вы можете себе представить на базе этого позитивизма, социологии, сталинских там идиотизмов всяких литературно-реческих, вдруг появляется книга полная идеи и у вас жизни не хватает все это освоить и так далее. Ну правильно не хватит, если столько великих людей освоить. Это некоторый такой очень сжатый синтез. Так если этот синтез сделан из вот таких текстов, как я вам сейчас говорил, вот типа Штенберг, то можете представить, почему столько людей потонули в этом? А можно поставить несколько инструментов? Да. Мы об этом говорить не будем специально, потому что сейчас для перерыва перед Федотом. Когда появились специфические антисемельские тексты розового, этого лосева, и все мне стали объяснять, что это написало ГБ, а не он сам, это были справки о его деятельности конца 20-х года, начало 30-х. Так вот, то главное возмущение у всех вызывала статья Горького под интересным названием «О борьбе с природой», в которой речь шла о том, что вот такой нехороший философ Лосев это такой философ, который слепой, глухой и не успевший умереть. На что Аза Алибековна Таха Годи, возможно, известный ему персонаж, возмущенно писала «И когда слепнул на Белогорканале философ этот горький это сволочь такое значит нес?» У меня только один вопрос. Вот Таха Годи возмущается, а Лосев нет. Почему? Лосев Платон и он слышал, что сказал философам города Сократа. Вот и все. Кто они? Философам города Сократа? Да. Это значит в книжке про олимпийскую мифологию у Лосева есть глава о природе. Платон излагает чего-то и там одна из фразов «И там философа, слепые, глухие, не успевшие мирить». Понятно, да? То есть я не помню точную цитату, но это и обыгрывается цитата, которую должен человек услышать. И это сложнейшая статья Горького, Горького Алексея Ваксимовича, построена на статье «Враг с востока» Владимира Соловьева и Платония о природе, и книги Осипа, которые он знает не по дополнениям к диалектике мифа. Вот это статья в «Комсомолке» и в «Известие». Вы можете это представить? А почему в это время Горький пишет роман, это я так отвлекся для порядка, который называется «Жизнь Клима Сангина», второй и третий том которого про Мережбольских, разного религиозно-философских собраний. Они понимают друг друга с полу слова. Понимаете? Так вот, никто никого обмануть не мог. Ни один из выступающих не сказал Штенберг, что он перепутал то сказал Сократ или не то сказал Сократ у того Платона или у другого Платона в каком-то диалоге. Нет, вопрос не в этом. Встает там один человек, уж если вы хотите динамику понять, и говорит, вот это вы говорите, а это из Булгакова, Сергея, тогда еще Сергея, а вот это из Соловьева, а вот это из Соловьева, еще от кого-то. Чего вы нам тут рассказываете? Его прерывает ведущий и говорит, сядьте, товарищи, давайте-ка делом займемся. Им все понятно, то есть представить себе, просто, что такое были эти религиозно-философские собрания? Это открытые собрания, просто в больших залах. То, что вы читаете в протоколах пять-шесть фамилий, из которых четыре окажутся знаменитыми философами, вам кажется, что это какая-то сократическая академия собралась, да, побеседовать под кустиками. Ничего подобного. Рабочие и крестьяне туда ходили. Они потом завели такие комиссии, чтобы, ну, более узком кругу, ну, все-таки у всего есть предел, да, и сфокачество, в общем, было развито хорошо, поэтому надо было поаккуратнее это делать. Так вот это все высказывалось в открытых заседаниях. Я не буду сейчас так же, опять же, отвлекать, потому что вы поняли, в каком контексте это все происходит. есть такой сочинитель Маяковский, а у него есть бессмертная поэма про это. И в течение многих лет там исследователи находили огромное количество цитат из Достоевского. Я не помню, чем дело закончилось, но 29 цитат из 17 произведений. Потом я пришел, добавил примерно столько же. Что лучше стало? Поэма стала понятнее? Нет? Пока до меня не дошла одна маленькая вещь. Нет там ни одной цитаты из Достоевского. Это только те цитаты из Достоевского, которые использованы Розановым в статье о древнеегипетской красоте и Розановым в одном из послесловий к семейному вопросу в России. А раз так, то смысл этих цитат не из Достоевского, не что они у него значат, а что они значат в системе мыслей Розанова. Тут возникает дурацкий вопрос, слушайте, Маяковский, на таком уровне. Так простите, вот это общее собрание. В зал проходим. А сколько вышло литературы к 21-му году? Чем у нас хорош 21-й год? Это сейчас кому-то кажется, что это год смерти Блока и Гумилева. Блока и Гумилева реально умерли к году 25-му, 26-му. То есть надо осознать, что у них физическая смерть означает какой-то поворот. В ту же секунду ой-ой-ой. Никто особо не торопился. А вот в 40 лет смерти Достоевского, 40 лет первомартовцев, в момент окончания гражданской войны, это очень даже. И тогда масса выходила книг, статей и все. Казал, ну дальше давайте. Какой дальше? А дальше в середине года философский пароход. И вот поэма Маяковского выходит, написанная вот на этом языке, который никто не хочет рецензировать. Кто понял, те поняли. А кому не надо, те не надо. Вот так. Надо просто понимать, что мы работаем с текстами, которые не существуют в виде первого тома пропедевтика, в виде второго тома логика моего исследования, в виде третьего тома о соотношении заветов и этик на базе Канта, Когина и меня любимого. Следующего тома. Мой общий взгляд на философию моего контекста и, наконец, последний том Системы свободы Достоевства. Нету такого. И у Мейера этого не будет. Потому что место его на Беломорканале. Понятно, да? А как спорить? Мы сидим в Берлине. Я что, могу спорить открыто с Мейером, да? А он мне туда будет посылать открытые тексты и мы будем это выяснять? Вот поэтому текст, который вот здесь напечатан, феноменально важен. Люди, которые ходили на религиозно-философские собрания, продолжают собираться и о чем-то говорить. Люди, которые ходили на собрания, но оказались в эмиграции, продолжают писать книги. Ну а теперь маленький вопрос. О чем мы с вами говорили во время прошлой лекции где-то в середине, когда я вам рассказывал про историю со Столкера. Одни и те же люди ходили в еврейские философские собрания. Я евреев имею, естественно, в виду. И, соответственно, они же посещали религиозно-философские собрания. На сегодня есть список и вы имеете полное право в книге господина Ермичева прочитать процент и посмотреть кто и посмотреть, кто есть кто. Понятно теперь, да? Поэт. Это все разговор. Мы очень часто говорим о всяких вот этих сократических диалогах, каких-то академиях, которых никто не видел. Это все литература о них, понятно, да? А вот она, пожалуйста, в чистом виде. Люди именно беседовали. Могли эти протоколы не сохраниться. Ну вот, значит, часть сохранилась, как я вам говорил, в архиве Иванова Разумника. Часть тех, которые касаются Штейнберга, сохранились в Иерусалиме, в архиве Штейнберга. Часть протоколов не сохранилась, но статьи об этих заседаниях печатались в тогдашней советской печати. Вот такую реконструкцию, собственно, Беловский предпринял. А вот это уже совсем другой разговор. Значит, было два заседания кружка вторники о евреистве, но от второго заседания сохранилась только вторая часть евреиства. По одной простой причине. Они не записывали заседания еврейства и революции. Просто не записывали. Жить хочется всем. И вот, представляете теперь себе, на фоне того, что выдает Штейнберг, вот, пожалуйста, читает Достоевского, как бы, глазами еврея. Ладно, еще раз скажу про Штейнберга. Он проводил замечательное мероприятие, кстати, протоколы, которого пока я не видел, не жирно, есть в архиве Штейнберга, под названием Иудаизм и христианство. И обратите внимание, в книге мемуаров Штейнберга, которая вышла в 1900, по-моему, году в 83-м, в Париже, вот сейчас, может быть, в новом литературном обозрении выйдет в относительно полном виде, это наговоренные им на пленке воспоминания, в основном, о волкфилме. Друзья моих ранних лет называются. Так вот, в этих, значит, замечательных воспоминаниях написано, что когда было объявлено это заседание, из провинции пошли письма. Идет Мессия, наступает апокалипсис, евреи договорились с христианами. Как видите, он не стал вдаваться, но эту фразу, даже если он ее придумал, она абсолютно точно отражает тогдашнее настроение. Также не забывайте, что в 1919 году в январе месяце изволил умереть Василий Васильевич Розенов, а последним его крикой был не что-нибудь апокалипсис нашего времени, извинения перед еврейством якобы, но Розенов у нас в программу сейчас не входит ни в коей мере, и разговоры о том, что я прошу еврейскую общину подготовить мне на том свете щуку со сметаной, интересное еврейское блюдо, и, значит, соответственно, приказал уничтожать тиражи своих антисемитских книг. Поэтому, когда я говорю о споре, я меньше всего хочу сейчас проводить какой-то семинар по философии Штейнберга, и вот в следующий раз мы будем говорить по философии Кадана. Я говорю только об обстановке и о постановках вопросов, потому что все равно философский текст вычитать сами. Я никого не собираюсь, значит, озадачивать получением удовольствия от моего чтения этих текстов слух. важно только, чтобы вы видели все время. И чтобы вы мне поверили, то вот эта проблема места иудаизма в истории христианства вы прекрасно в другой постановке услышите недалее, как завтра, когда мы будем говорить о Кагане. Только с еврейской точки зрения. Как видите, ни одна из этих позиций никогда вот в историю русской философии не входит, как будто этого нет. А я, как видите, значит, родив науку, которая называется диванная литература ведения, я в архивы не хожу, я на диване лежу. Вот книжечку беру, читаю, потом другую книжечку беру, читаю, и получается. Итак, Георгий Федотов, я хотел сказать о Ветхом Завете, о значении его для нас. Я хотел поставить вопрос наш, эллинский. Что значит Ветхий Завет для нас? Это связано вхождение евреев с особым сознанием подчеркивает Ветхозаветную струю в сознании. Этим людям было интересно послушать. Один очень крупный, не буду сейчас его называть, русский мыслитель, недавно ушедший современный, после того, как мы с ним обсудили некоторые проблемы, связанные с еврейством в творчестве Мандельштама, замечательно сказал, Леня, пишите, нам это важно слышать с вашей стороны. Он продолжал вот эту традицию Мейера, Федотова и так далее. Поэтому я, когда, собственно говоря, это вижу, то я представляю себя вполне живых людей так мыслящих. При этом речь не идет ни в коем случае только ни о каком расизме. Если еврей хочет быть русским православным мыслителем, вперед, только это не с вашей стороны. А вот если наоборот, мы готовы обсуждать проблемы русской культуры, русской философии, место евреев в России и так далее, но с еврейской точки зрения, равно как оценивать место Достоевского как мировой величины для евреев, то пожалуйста, только не забывайте, что есть такая вещь, как чтобы не было подмены тезису. Понятно, да, что это такое? Уж занимаете позицию? Занимаете до конца, посмотрите, что получится. Итак, христианство постаралось ее не распространить дальше, в ветхозаветную струю. Но проблема стоит. Я буду говорить откровенно, не смягчая, не приспособляясь, поэтому для большинства неприемлемо. Если бы я сказал в церковных тонах, то это было бы приемлемо для православного сознания. Это и должно быть принято. Я не скажу в радикальной форме. Я и скажу из противоречия. В христианстве есть ветхий завет. Евангелие почти не нуждается в понимании для знания мира эллинского. И ему необходимо взаимознания еврейства. В чем здесь дело? А дело здесь в том, что в принципе вот в чем отличие еврейской позиции от христианства. Евреи для того, чтобы жить в мире, вполне можно ничего не слышать о христианстве. Ну как вы думаете, много слышали евреи, предположим, в городах районов Индии о христианстве? И спокойно жили. Йеменские евреи, предположим, не очень нуждались в сведениях о миссионерах, да? А вот христианин абсолютно не может не сформулировать для себя этой своей позиции никак жить, потому что есть ветхий завет. Вот это прекрасно понимает Георгий Федотов, автор, как вы понимаете, книг о русских святых, о русской святости, разных там, градов там разных христианств и так далее. Итак, где кончается мощь латинского мира и слово там кончается христианство. В Персии, Индии, Вавилоне заглохло. Все сирийские христианства бросилось с магометанства в ислам, и только то христианство, которое прошло через горнелы греческого и эллинского мира, стало всемирной христианской религией. Греческий ветхий завет будет, начиная с апостола Павла, который был грек, христианство отбирало греческое сокровище и постепенно освобождалось от острого юдаизма, в котором раньше жил. Что, апостол Павел разегрет, он устраняется? Он был римский гражданин, такой вот так. Какой? Римский гражданин. Вот он, но ему сейчас важно сказать непроисхождение по идее, идея, но он грек. Но это можно так сказать, что ему было очень много Нет, это я говорю к вопросу о терминологии. Как там можно сдвигать, так и так можно сказать. Павел был грек. Вот он. Они умеют, я сейчас не ошибки ищу у него и не восслаблен. Они умеют говорить вот это был сдвиг. Не забывайте, что это время рождения авангарда еще русского, самового теории сдвига. Это в последующем этот Дорида какой-нибудь придумает перенадписание. Да вот вам перенадписание, пожалуйста, упражняйтесь. Весь постмодернизм это просто такой апофеоз безграмотности, больше ничего. Люди это умели делать. Конечно, он был, он же о себе говорил, что он же еврей из евреев, иудей из иудеев, да? Да, с ним обратно. Гражданином он был римским, а культуру в себе нес эллинскую. И именно ту часть, которую он в себе эллинскую нес, затупив в себе свой острый иудаизм, он и принес в христианство. Но не будем забывать, почему обсуждали именно его. это он сказал, что иудаизм спаситель в соответствующем письме. То есть он решает вопрос, надо и время всем креститься или нет. Конечно, вопрос решен. Вот сколько тут, это я еще каким-то фиглярством. Я это прекрасно понимал. Но не рассказать вам исторический фонд сначала тоже было невозможно. То есть сидеть разбирать эти тексты, что ли? Считаем дальше. Не важно, одна страничка, все там, время тратим. Что не могло быть на почве языческой, есть целиком в Евангелии. Это тоже интересная мысль, а? Для меня ценно в Библии то, что есть в Евангелии. То есть евангельские ценности, которые взял оценок в культ Богоматери, иконы. Но осталось ли в подпочвенной глубине то, что может быть воспринято? Ведь Евангелие не полностью в Ветхом Завете такие заветы, правильно? Что тут имеют в виду? Помните такую вещь, как прообразовательные тексты? Это очень тонко то, что он сейчас говорит, и я, пожалуй, даже остановлюсь тут на секундочку. Дело в том, что в Ветхом Завете ценно то, что прообразовательно. То, что реализовалось, то хорошо. А что нет, то уже не нужно. В средние века, как вы знаете, были большие дискуссии между евреями и христианами. И есть целый класс книг и православных и католических разговор христианина с жадовином, где христианин разъясняет жадовину все прелести христианства. Но в еврейской среде есть книжка, по-моему, называется «Незакон Ветуса», которая написана для евреев, чтобы на них не действовала христианская пропаганда. Это для внутреннего потребления. А вот не говорили с побед? Да. Вот. Я просто хочу, если о ней говорить, мне в ней всегда восхищает первая фраза. Когда тебе скажут, что с тобой хотят поговорить, скажи, нам с вами говорить не о чем. Мы читаем, внимание, мы читаем всю Тору, а вы только то, что хотите. Это было четко в 14 веке написано, было и до этого, но записано так. Великолепно, да? Мысль. И он здесь говорит, а не осталось ли что-то вы ударили что может быть бы понадобилось? Вот. Но осталось ли в подпучвенной клубине то, что может быть воспринято? Для человека понимание Христа важнее понимание Библии. Так, знакомо фраза? Что мы здесь говорили? Достоевского вообще не интересовала идея Бога, ему было достаточно Христа. То есть, меня, конечно, поразило, как доктор философских наук Белоус может это публиковать, а этого не знает. Но через некоторое время я выяснил, что эту публикацию не заметил и не понял никто. Представляете, любой автор монографии, например, о Георгии Федотове прочтет вот такое. Что он будет делать? То есть, ситуация тяжелая, и народ решил это не заметить. Но тот самый Мир, который говорил, что Достоевский не интересовался, слышит на собственных вторниках то, что я сейчас читаю. Да, как чудо можно принять Христа, отрешившись от подготовки. Правильно. Абсолютно правильная точка занята. Та же самая. Религия жизни при всей значительности не могла привести к христианству. Эллин воспитывает, а еврей нет. Идет своим путем замыкаясь. Что это значит? А выуда изменят, прозелите. А Эллин наоборот. И Эллин, и христианин хотят распространяться. То есть, ищут прозелить, снова обращают. А выудаизме такого нет. Если кто-нибудь из вас знает, чего сейчас стоит пройти ортодоксальный геюр, то вот меня поймут. Ну, как тогда было сгейровать? что это измени неопространство. Ну, я не знаю, что зашелся с таким геюром придется. Ну, он понятно, почему нет. Ну, там почему, там была обратная ситуация. В тот момент, когда количество евреев в христианских общинах начало быть меньше, чем язычников. И когда было отменено, там, обрезание и все такое, тогда и появились труды, а на златоусте, почему нельзя с евреями есть, мыться, там, разговаривать и так далее. Поэтому, чтобы отдельить, это уже другая религия. Просто то не нужно. Это сегодня, естественно, что это привело к базовым ценностям антисемитизма мирового, но в тот момент таковым это не являлось. Наоборот, была идея создать отдельную еврейскую церковь христианскую. Типа Иакова там. Церковь это период забезания. Ну вот я там и говорю, то есть, пожалуйста, ваша церковь с обрезанными и Ветхим Заветом, она же без обрезанных и неветхим Заветом, мы со своими патриархами. Опять же, говорю, крайне просто. Последний раз эту штуку предлагал, значит, Мень, а совсем недавно в полуграмотном варианте нам это Улицкая выдала от имени переводчика Штайна. Итак, Эллен воспитывает, а евреи нет, идет своим путем замыкаясь. Вот не даром слово замыкаясь, все точно. Правовое, территориальное, законное не допускало перехода. Внимание, надо было пережить смерть. Там нет легкости, окаменение, религиозные препятствия служат эмпирический рационализм, но иудеи в религиозных корнях отталкиваются от него. Рецепция произошла в полном объеме, на формирование христианской церкви оказало влияние. Когда я думаю, что в старой церкви мне представляется отжившим, мешающим, я наталкиваюсь на ветхозаветные элементы. Я пропускаю сейчас, чтобы не читать все подряд, и читаю последний адзат. Факт кардинального значения. Две тысячи лет христианство воспитывает свою религию, говоря по ветхозаветной книге. Не произошло религии новозаветного творчества. Две-три христианские молитвы. Все остальное отголоски греческих мистерий в литургии. Строй церкви... Ни одна церковь, так как римская, не возвращалась в еврейский народ. Строй церкви по еврейской общине. Ну, понятно, Папа Римский, как первосвященник, как патриарх, да? Епископат по жречеству, не по типу благодати, а по праву и закону. Этот институт очень скоро вытесняет пророчества и другие благодатные дары, делаясь единственным христианским, фанатически православным, глубоко чуждым эллинскому духу. И сравнимо от одного слова нет. Сравнимо тому, что должно охранять чистоту народного. Крестьянство живет идеей, которая опасна. Это апокалиптика. Это наследие еврейства. Апокалиптика предполагает катастрофический взгляд на историю и на строительство человеческого тела на земле. Апокалиптику ничего не жаль, он всем жертвует для отчаяния. Выдвигают апокалиптики на первый план церковь, как болезнь. Борьба против Иоанна, но святого Иоанна, и поставление на святое место. Еврейской душе ожившей, жаждущей культурой церковного дела есть тоже непри... Ну, тут устная речь описывается, поэтому некоторые непонятности связаны тут с словом пропущенными. Все это не приближает, а удаляет последний день, как нетерпеливые большевики, которые завтра решат все вопросы. О, отлично! Итак, перед нами, значит, как видите, позиция очень близкая к тому, что говорил, более скрытый и более сложный Мейер, и позиция, которая четко говорит о том, что кризис церкви связан с осознанием места иудаизма в ней. А теперь посмотрите, что происходит с иудаизмом. с одной стороны появляется сионизм, и надо решать вопрос, как к нему относятся. С другой стороны, немецкая философия, типа философии Когена. А философия Когена совсем не апокалипсична. А вот сионизм апокалипсичен просто по определению, по одной простой причине. Возвращение в святую землю, что за ней должно последовать? Ну, естественно, третье характеристие тут еще могут быть разговоры. Значит, возникает такой вопрос. Новый, как бы, конфликт внутри еврейской мысли. Если вся еврейская мысль, и религиозная, и допрофессионально-философская, признает идею сионизма как таковую, то это означает, что она мессианская. Но мессианская идея означает, что собирание в одной точке. А вот как же быть тем, кто не признает этого дела? Когену совершенно не нравилось в Сиане. Очень просто. Начинается разговор о том, а где находится еврейское творчество? Что, было какое-то еврейское творчество в Египте? Вы узнаете? Ну, два года. На песке города. А, ну, это сколько угодно. Такое творчество, пожалуйста. И за мной раунд. Неплохо, да. А кто-нибудь из вас знает еврейское творчество, которое было бы на территории Палестина во времена Первого храма? Творчество, творчество. А вот, царя Давидов. Очень интересно. Написано на каналах. А что мы знаем, а что мы знаем, когда мы отправились в Первое Вавилонское пленение? Знаете? Первое Вавилонское пленение. Равно как и потом. Потом. Потом его там, что ли? Нет, зачем? Вавилонский Талмуд создается, когда евреев нет в Палестине. А в какой-то момент создается Иерусалимский, вот это творчество. Можно, это творчество. Нет, не важно. Где происходит творчество? Творчество происходит там, где евреи как раз не находятся в себе. А как только они приходят к себе, так все творчество кончается. Обратите внимание, что сегодня эта же претензия предъявляется к Израилю. Хотя никто не понимает, что за 60 лет надо было создать то, что в тех странах, где что-то было порвано, было за 150, за 200. Ну, это мы не обсуждаем. Итак, значит, перед нами встает вопрос, так должны ли евреи собираться в одной точке или не должны собираться в одной точке? Но если не должны собираться в одной точке, то что такое вечное странствование? Сколько можно? Непонятно. А если вечное изгнание, то что это вечное наказание, то есть прощения в принципе быть не может? Тогда во что верить? Тут иудаизм долго не устоит. Что говорит на это сианизм? А сианизм на это говорит. Да вы жить не сможете в этих странах, вас там просто уничтожат чертовой матери. Тогда на это задаются вопросы. Что это такое сделали? Вы, кажется, заменили мистику Машеха на мистику Земли. То есть сначала соберемся, а там пусть приходит, а не мы ждем его прихода, и тогда мы придем. Вот это уже позиции еврейских философов, которые очень даже развивали. Существует даже книжка некая Блюма Гальштейн, называется «Рейнскрайбинг Моузес». Как бы это сказать, да? Переписываешь, что ли, Моисей. Рейнскрайбинг. Рейнскрайбинг. Переписывая. Ну, нельзя это перевести, по-смодерински терминам неприятно. Значит, посвящен он философии Моисея в еврейских философиях, в первой половине XX века, где именно Моисей, который куда-то ведет и куда-то идет. Так как мы знаем, что он никуда не пришел, то, соответственно, очень удобная фигура. Но говоря вам сейчас это, не чтобы пудрить мозги, а для того, чтобы сказать, что был такой товарищ Мартин Бубер, которого, опять же, вот эти бахтиной, я вынужден о них говорить, потому что это было такое мировое засорение библиографии, и приходится об этом говорить, которые, значит, создали такую идеологию, что есть какая-то общая идеологическая философия. Значит, сразу там Розенцвайка, Розенштока, Хьюси, там Бубера, ну и будем говорить Бахтина, если хочется. И эта философия, ну, как бы сказать, такой особый вид, значит, земной философии. Был ли она такой, вопрос тонкий? Но меня интересует сейчас вопрос о том, как Бубер относился в начале XX века к проблеме асионизма, бэмиссионизма и ц крови. Есть у него такая брошюрка из трех аварийных статей, которая называется Ренессанс современного еврейства. И вот там находится некоторый кусок, который нам сейчас, я воспроизведу его быстро, и устно, а захотите, всегда найдете. Так вот, кусок этот следующий. Что такое еврейство? Еврейство, говорит он, сегодня хаос. Но чем больше еврейства хаос, тем более оно стремится к синтезу. Интересная мысль. И вот что такое еврейство? Смотрите определение. Это, значит, Моисеевы откровения, пророки Талмуд, внимание, христианство, испанское возрождение, гаскалахасидизм, социализм и коммунизм. И чем больше еврейства хаос, тем больше оно стремится к синтезу, а этот синтез в приличном обществе, сейчас бы это никто не рискнул произнести, кровь. Кажется, что это такое? Все то же самое. Все равно из колен до виду. Деваться некуда. Вот в чем дело. Речь идет о мессианской перспективе. Потом, когда вот это не учитывается, можно говорить про всякие книги, типа «Я и ты», можно обсуждать проблему свой-чужой, можно обсуждать проблему ближний-дальний. Такие термины вы когда-нибудь попадаете? Этика любви к дальнему, например, у товарища Франка, пронятшая, наоборот, Тернестре, совсем наоборот, Коген. Понятно, да, все это? И вот здесь возникает вопрос. А кто с кем, о чем был в диалоге? И сейчас, когда опубликуются всякие дневники, и там переписка Шолема, Шолема с Беньямином, дневники, там, кафки, какие-то записи Розенцвайга, тоже фигура, надо сказать, такая достаточно трагическая. Так вот, что из них следует? Из них следует, что в диалоге они между собой находились по очень интересному вопросу. Одни хотели решить вопрос, надо ли жить в Палестине и искать, кто из них в Мессии, извините, в Кабале. Другие, типа, Розенцвайга, говорили, можно ли рационально построить эту звезду возрождения, Star of Redemption, как это переводят на английском. Вот. Третий, значит, говорили о том, что можно этот вопрос решать вот внутри человеческой личности вот этим вот диалогом. Четвертый, говорили, как Когин, предположим, который не хотел быть висим от 10, следующего поколения своих последователей. Вот о чем диалог, как стать мессией, где мессианство еврейства. Вот если вы это все снимете, то вы получите вот все те пустышки логические, которые нам и выдают за идеологическую философию. Вот. И особенно важно, вы поймите, что у меня никакого желания бороться с этими людьми нет, они уже сами себя скушают. А проблема заключается в том, что Штейнберг, еще раз напоминаю, считается, что он лежит в основании книг Бахтина о Достоевском, но непонятно почему, конечно, Бахтина в своем смысле. А, значит, соответственно, то, о ком мы будем говорить с вами в следующий раз, значит, Матвей Исаевич Каган, это вот такой, значит, собеседник тоже, Бахтина, но тот совсем еврейский философ, так себя называвший. Поэтому до сих пор непонятно, что с ним делать, это мы тоже с вами обсудим. Но был там третий человек, Некто Лев Васильевич Пумпианский, помните, он называл из этих граждан? Он еврей, сначала крестился, ну, в конце концов, ладно, имеет право, если очень хочет, но после этого читал антисемитские доклады в Алфеле, настолько, что мир сказал, что в присутствии этой грани он не будет, вообще находиться не может. По крайней мере, это же странно, я про него, кстати, это самая интересная вспоминает в связи с Лагеновым, это уже, это поздно. Николай, Николай Чуковский. Ну, это может быть, но это все, другой немножко разговор. Затем он стал большим советским марксистом, вот такая вот фигура, то есть попробовал много чего. Так что вопрос, вот это вот еврейство, там стоял более чем остро, попыток осмысления. Если не осмысление, то присутствует на подобных заседаниях. Если не присутствует на подобных заседаниях, то переписки. И вот теперь мы переносимся в Москву. В Москве в 21-м году перед самым отъездом Андрея Белого в Берлин Андрей Белый, Штейнберг, который он назвал, брат Штейнберга, Исаак, решили организовать московское отделение Валфила. И устроить там все то же самое, но только привлечь туда Бердяева, Шпета и еще московских разных людей. Среди них оказались Матвей Исаевич Каган, Яков Иосиф Голосовкин, и Исаак Штейнберг, брат. Вот там не состоялось ни одного еврейского доклада такого рода. И самая главная задача в данном случае Шпета, а потом Государственная Академия художественная наука, о которой я в прошлый раз говорил, философского ее отделения, было работать в чистых идеях Платона и идеях чистой феноменологии Кусарля тогдашнего, а не допускать никакой религиозности, считая, что религия вообще никоим образом не может быть философией. Как только появляется вера, здесь заканчивается всякая философия. Надо сказать, что все это были споры, отчасти философские, отчасти иудеохристианские, но в случае со Шпетом он называл себя просто атеистом. Откровенно им, видимо, было. Мы привыкли, что если кого-то выслали в эмиграцию, кого-то расстреляли, а кого-то отправили в лагерь, то все это как бы что-то одинаковое. Раз против советской власти, то есть между этими людьми что-то общее. Ничего подобного. В лагерях погибли, соответственно, и Шпет, и Флоренский, а, значит, соответственно, там какие-то другие люди типа Лосева дожили. Просто до наших дней я еще видел его. Зверьши было своеобразное, но тем не менее. Поэтому мы должны сейчас вот отрешиться от всех этих слов, связанных с судьбой, потому что в 21-м году они все еще были на свободе. Все, в общем, высказывались одинаково. И понятно, что философских позиций было много. Но за последние 20-25 лет развития того, что называется русской философии, у нас произошел один процесс, который нам всем когда-то придется осмыслить уже исторически. И вот какой это процесс. В 1987 году, готовясь к тысячелетию к крещению Руси с одной стороны и развивая бодро перестройку, Михаил Сергеевич Горбачев велел издавать русскую религиозную философию, как вы, наверное, знаете или не знаете. И вот в годы диких тиражей журналов, в числе прочего, выходили приложения к журналу «Вопросы философии». Их каждый год 10 томов. Любых, совершенно. Шпета, Соловьева, Ткачева, Юркевича. Кого хотите. В общем, насколько здоровы их вам. И вот во время этих значит, вот изданий естественно встает вопрос. Что мы будем делать с Флоренским? Ну, издаем стол по утверждению истины. А дальше? Что мы будем делать с Розуху? С обонятельным и осязательным отношением евреев к Крою? Ну, это, конечно, не включали в массовые издания. Но, тем не менее, это все вышло. И в собрании сочинения Роза многократно переиздан. Ну, и еще разных вещей, которые, так сказать, в приличном мире было бы довольно трудно издать. И вот здесь встает вопрос. Что мы с вами получили где-то с 90-го, примерно, года по 2000? Мы неожиданно сами для себя вернулись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok